Добрый день! Здравствуйте! Давайте. Я просто не вижу, попадаю я или не попадаю, или что происходит. Туда смотреть? Можете туда смотреть, можете туда смотреть, можете в меня смотреть. Куда хотите, можете, нам все равно куда смотреть. Представьтесь, пожалуйста. Я Шестаков Евгений Викторович. Год движения 20.05.1979 из города Волгограда. Мобилизованный. Полковник? Рядовой. Выглядите как полковник? Нет, рядовой. Волгоград? Да. Это далеко? Бывший Сталинград. Бывший Сталинград. Как вас мобилизовали? Где вы работали? Работаю я с вахтовым методом по северам. Газовый. Мы трубы кидаем в северный поток. О, вы строили северный поток? В северный поток, в южный поток. А северный поток 2? Все я говорил. И какие зарплаты на таких работах? По идее, должно быть хорошие. 100-120 и так. Это получается, типа, месяц там, месяц? Нет, 3 там, месяц дома. 3 месяца там? Месяц дома. И когда месяц дома, не платят? Нет, вообще. А, ну так, ну все равно получается, средняя зарплата хорошая. Ну, 100 выходит где-то чистая. Ну, для Волгограда это хорошее. Ну, по данным сейчас ценам, не сказать бы так, что прям. Ну, это лучше, чем 25, чем все остальные. Ну, понятно, дома таких зарплат нет вообще. Хотели идти воевать? Нет, конечно. Что, пошли? Ну, мобилизовали. И что? Призывали. Вариантов мало. Еще сейчас такие там условия выставили, что отказывайся. Типа тюрьма. Это неправда. Не, ну, нам даже давали, когда мобилизовали, этот список. И там все прописано. Отказ там командира, отказ от мобилизации, отказ от этого. И там все 40 были прописаны. У нас была такая, ну, вывеску там вешали в палатке. Ну, вы знаете, что вас обманули? Ну, может быть. Ну. Зачем выявите? Какие цели, идеи? Да я и не воевал. Я тут призвался и вот в плен попал. Мы дойдем к этому. Семья, дети? Да, у меня двое сыновей с армии пришли. О, воевают? Нет. Дома. Они в июне месяце пришли. Мобилизовали их сто процентов? Нет, нет, нет. У них отсрочку на три года дали. Почему? Ну, они устроились там, китайцы завод открыли. Уже закрыли, значит, китайцы. Открыли завод и им дали отсрочку. Но они сказали, что мы никуда не пойдем. Что хочет Рашка в Украине? Лично вы для себя. Вы взрослый человек, вы старше меня. Ну, я не знаю, помочь Донбассу или как. Черт его знает, что они попались вообще. А что помочь Донбассу? Ну, как бы свою территорию, как они там хотят. Типа отделиться или не отделиться, я не знаю, что они там хотят. А где вы взяли в плен? В Александровке, в Донецкой области. Давайте тогда вернемся. Когда вы получили повестку? 29 сентября. И там 30-го прибыль и все, да? Да, 30-го прибыли и 30-го увезли. Когда вам вручили автомат? Автомат мне вручили где-то в конце октября. А что вы делали весь октябрь? По лесам шастали. И еще раз. 29 сентября вас забрали. Да, потом отвезли нас на прутбой. Волгоград. Да. Там мы проходили, типа, курс молодого бойца. Ключевое слово, типа? Ну, окопы копать, там, стрельбы. Стреляли много? Один магазин. За месяц? Да. Все подготовки? Да. Ну, это, по идее, считается, что месяц в полевом лагере это вы подготовились уже суперэлитный. Ну, типа того, они так считают, да. Все, вот магазин отстреляли нас, потом отвезли. 30-го октября вас привезли куда? В прутбой в Волгограде. Там мы были где-то недели три. Еще весь ноябрь? Нет, октябрь. Октябрь. Да, потом нас только повезли в Тамбово, с Тамбово уже. Нас повезли на СВУ Украину. И в Украине выдали оружие? Ну, мы в лесах еще были, наверное, недели две с половиной, может, чуть больше. Где? Ну, где Каменка в той стране. Без оружия? Без оружия вообще. Уже на территории Украины? Да. Вообще не было ни оружия, ни бронежилета, не было ничего. Это сколько до линии фронта было? До близких. Километров 60, может быть. Ну, блин, и вообще нету ничего? Не было ничего. Что вы делали там? Ну, типа, говорит, окапайтесь, ну, делайте блиндажи себе там. Мы все сделали, блиндажи, вот сидели в посадке. Что вы ели? Ну, вот нам давали сухпай, потом вообще про нас забыли, потеряли нас. Это как? Ну, вот. Сухпай, много у вас там людей было? Ну, человек 100 с лишним. Сколько вам давали сухпайов на вашу банду? Ну, один сухпай на пятерых, на четверых. Один сухпай, который положен на одного человека? Ну, вот это зеленый коробок. Да, зеленый. Да, вот, один на четверых, на пятерых. Как вы удеребрали? Ну, так, с кем-то общаясь, поближе. То есть, вам на 100 человек привозили, грубо говоря, 20 штук, и говорили, все, разбирайтесь. Да. А вы, ну, вы что, голодными ходили там? Ну, вот так получается. Это вы проходили полноября так? Да. А командиры у вас там были? Ну, вот, с нами никого практически, одни солдаты были, все. Сами по себе там жили, что хотели, то иди. В посадке, да. Потом приезжают там, так, давайте перемещаемся в другую посадку. Вот разбираешь там этот, свой блиндаж, навес какой-то, все, едем в другую посадку, там сидим. И вот так мы недели три. Вы сказали, что потом вообще про вас забыли. Ну, вот, нас, типа, вообще потеряли. Мы, наш, там, третий батальон стоял рядом в посадке. Подошли, типа, где наше руководство, где что. И вот нас нашли, отправили нас в Каменку. А в Каменке уже... И сейчас мы дойдем. А когда вас потеряли, что вы ели? Да ничего не ели. Вот что оставалось, потом там рядом поселок с Каменкой был. Не помню, как называлось. Пошли в магазин. В магазине купили еды? Ну, уже за свой счет, да, считай, питались. Хорошая армия? Ну, я бы не сказал, да. У меня не было другое про армию? Ну, конечно, я думал, армия совсем другая. Девять месяцев войны, вы новости смотрели, что происходит? Да я на вахтах был практически. У меня дома не бывает. Ну, на вахтах что, нет интернета, нет новостей? Ну, как бы я дюжи не интересовался, что на одно и то же. Война да война. Ну, там же все время победа, победа или что там? Ну, как бы у нас показывают одни новости, у вас тут показывают другие новости. Какие у нас новости показывают? Не, ну тут вот показывают. Я знаю, что вот тут показывают. У нас, типа, вот наступление, 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 технику бомбим, бомбим. А вы еще, а как вы думаете, где показывают больше правды? У вас или у нас? Ну, вы как очевидец того, что происходит на фронте. То, как вы... Ну, я на фронте посмотрел, что и со стороны Украины хорошо воюют военнослужащие. Противник бы, как бы, ну, достойный. Ну, вы просто мясом забрасываете? Ну, это... Я так посмотрел, что, да, много народу. Как бы, вот я видел, что и 50, и выше лет. Просто как мясо кинули. Разбили все. Ну, вы как оцените свою подготовку на полигоне в месяц? Да, я как бы и не подготавливался. А что вы говорили вообще? Будете воевать или не будете воевать? Я им говорил. Нет, что они вам говорили. Ну, они как бы нам сказали, что будет там наступление. Вот это, типа, нас к этому готовили все. Типа, сидите, ждите. Мы просто переживали. Украинцы переживали, потому что вот первая волна чмобиков... Ну, вы же чмобик, частичная мобилизация. Это не обидный термин. Мы переживали в том, что вот первых, которых наловили 21 сентября, и они уже, по сути, 25-го, 26-го воевали, они, ну, по сути, мясо. Ну, это понятно. Там никакой подготовки вообще не было. Вы говорите то, что вы месяц пробыли на полигоне, и мы вот ждали, что придут вот эти после месяца полигона подготовленные бойцы, и начнут, типа, воевать. Ну, типа, серьезно. Ну, вас же месяц учили чему-то? Ну, вот я же говорю, мы месяц в лесополосе прошатались, а потом, когда вот распределили, там, две недели, и то там, вот эти, как, пехота обучалась стрелять, там, прыгать, бегать. Вы до боевых действий, по сути, полтора месяца, типа, учились. Типа учились, да, типа. Ну, это ваш термин, вы так сказали, типа. И вы за это все время выстрелили один магазин. Да. Что было в Каменке, когда вас уже перебросили? Ну, вот в Каменке. А, вас заклили, не есть, вы голодали? Ну, как бы до дней пять, вот так, про нас вообще забыли. Вы тупо пять дней ничего не ели, пошли в магазин? Ну, я говорю, да, в магазин пошли. Типа сообщили, там, третьему батальону, если будут нас искать, то мы вообще пошли в поселок, нашли дом там, разбитый. Ну, и что в доме? И вот в доме мы жили там. Сколько человек? Ну, человек десять нас было. Вы бросили, типа, свои блин дожи? Ну, а что там сидеть, там, ни пленки, нигде, ничего. Дожди идут, все завалили, температура у каждого. Вот чисто в доме, чтобы хотя бы не было дожжей. В доме была какая-то консервация? Нет, вообще дом разбитый. Ну, чисто окна были, крыша. После войны уже разбитый? Да. Ну, оно никак, не то, что после войны, а сам по себе дом завалился. От старости уже. А, все, заброшен. Да. И вот мы там у людей поспрашивали, нам показали, что дом брошен, и никто не живет, можете там пожить. Что вы можете сказать про украинскую армию, про нашу? Ну, нормально воюют, ребята. И обеспечено, мне кажется, получше, чем мы. Вы же вторая армия мира в курсе, представитель? Ну, как бы так, понаслышке, да, что там вторая армия, там элита типа. С конца. Ну, да, с конца, наверное. Ну, вначале все думали, что реально вторая армия мира. Сейчас это вторая армия мира, все, что может делать, это... Я даже не думал, что будут простых граждан призывать на войну. Думаю, в армии у нас такая серьезная. Знаете, где вся ваша армия серьезная? И уже нету. За 9 месяцев она закончилась. Я уже так понимаю. Знаете, почему призвали 300 тысяч? Потому что 300 тысяч кадровых выведены из строя. Которые контрактники, которых... Ну, это же математика, просто логика. Но призвать призвали, а обеспечить не смогли. 100 тысяч убитых, 300 тысяч... Ну, вы же понимаете, что другой коэффициент. Да я все видел. Каменка, расскажите. Приехали вы туда, привезли вас. Привезли нас в эту Каменку. Вот мы в лесах побыли. Потом нас вот нашли. Поселили там в детском садике. И вот нас уже распределяли, кого куда. Вот я попал водителем БТР. Вы на БТР ездите? Ну, водитель не числился, да, на БТР. Числился или... Вы умеете ездить на БТР? Ну, как бы, две недели до меня обучали на БТР ездить. Это вот за вот этих полтора месяца? Да. Вы умеете там поехать, тронуться, развернуться? Ну, дай могу. А, ну все. Договорите. Научили вас, значит? Ну, так, курсы были. Ну, я вообще сам... Сколько вы проездили на БТР? Вообще на боевых действиях? Нет, вот за полтора месяца обучения. Ну, недели две. Часов это сколько или как? Ну, то есть, я понимаю, две недели... Ну, в день я, может, ну, часа два, три ездить. Ну, то есть, нормально поездили. Вообще. Ну, хорошо, и назначили вас командиром, водителем. Механик-водитель это называется. Да, и дальше что? Получили мы от БТР и все, и сидели. Постали их в лесополосы и ждали. Какой БТР вам дали? Я 82М. Я спросил, для меня это все равно ничего. Это современный какой-то или... Ну, как 80-ка, только чуть-чуть модернизированный. Ну, обычный БТР. Короче, как 80-ка. Ну, как... Ну, имеется в виду, он новый был, старый. Какого года он там на глаз? Да, бэушные они все. Старые. Ну, типа еще советские. Да, да, да. Современный какой-то техник, что на парадах? Не, не. Ни о чем не дают? Ну, я не знаю, где они все там. Прославленная у нас техника вся. Я ее что-то и не видел. Стоите вы в лесопосадке. Сколько вы там простояли? Это уже, я так понимаю, где-то 15 ноября. Так, мы уже вот в декабре. Вот перед этим, как меня поймать. Ты, стоп. Кто вас ловил? Ну, когда в плен меня взяли. Так, в плен или поймать? Ну, вообще, я говорю, когда меня вот в плен взяли. Я вот один день выехал. Как бы нас сказали в Александровку, типа там, надо помочь Барсу. Там Барс был. Как она, штурмовая группа. Боевой мерзкий резерв, да? Ну, типа, я не знаю, кто они там. Дедушки-добровольцы. Нам, типа, пришли, вот сказали, говорит, надо, у них БТР не хватает, надо, типа, ребятам помочь. Вот я первый день выехал, первый день меня поймать. Поймали, да. Термин такой, поймали, ну, в плен взяли. Итого, 15 ноября вы в Каменке получили БТР, где-то три недели вы стояли с этим БТРом в лице посадки? Мы получили БТР, пока вот обучались, и в декабре месяце... Ну, то есть, да, ну, еще прошло две недели, там были три. Все, в декабре месяце... Как в Каменке окормили? В Каменке вот сухпай и плюс поставили сюда уже столовую. А, была столовая? Да. Там первая, вторая. Автоматы, броники выдали? Потом уже, да, выдали АК-74 вот эти. Броник какой был? Да вот эти сирийские еще. И... Песчаные такие. Не, ну, класс защиты какой? Второй, третий, четвертый, шестой? Не, это, наверное, второй, третий вот так. Каски? Каска, да. Хорошая, Кевларова? Кевларова, да, была. Ну, хорошо. Плохо? Ну... Ну, поехали вы помогать Барсу. Все, вот мы поехали помогать Барсу через... Это какой день, дата? Ну, я говорю, то ли где-то 25-й, то ли 27-й меня вот взяли. 27-ое ноября? Пускай, да, декабря уже. Декабрь сейчас идет. А, сейчас, значит, ноября. Ночная ноября. Да, вот, в ноябре. Все, я поехал. Мы там группу отвезли, назад вернулись. Типа, уже там по рации передают, что все, 200-е, 300-е, забирайте как хотите. Они уже отступили. Барс этот, который вы отвезли? Да, их уже, да, разбили там в хлам. Хорошо. Все, я... Товарищ сел на БТР, потом, ну, которые... БТР и там не приспособлены вообще, даже не стрелять, ничего. У вас был БТР, который не стрелял? Нет, другие БТР и стояли. А вас стрелял хоть? Ну, вроде как мой наводчик горилл, стрелял на обучении, когда он пробовал там стрелять. А что такое стояли БТР, которые... Ну, они вообще попригнали их, они, у них ни башни, ничего не поворачивались. Таких повыдали. И там были тоже экипажи, на них ездили? Да. Какой смысл ездить на БТР, которые... Ну, я не знаю, вот такие повыдали. Повыдали. Ну, и повыдали-то, и повыдали. Все, я поехал на КАМАЗе. Мне КАМАЗ потом дали забрать раненых. Поехали вы на КАМАЗе? Все, и то ли меня подорвали, то ли я наехал на мину. Вы один за рулем? Нет, за рулем был, потом еще был со мной, ну, как старшие группы, типа, тоже мобилизованы. И люди, кто должен раненых, забрать. Вот когда меня подорвали, они вернулись, ну, за помощью, чтобы... И все, я остался с КАМАЗом, чтобы технику нельзя бросать свою. Вы едете, вас четыре человека. Да. Вы подорвались. Да. Все, техника не едет. Все, они вернулись. Вы все живы были? Да. Ну, не ранили никого? Ну, меня только контузило. Ну, контузило, понятно. Все, люди вернулись. Какой смысл оставаться около разбитой техники? Мне нельзя технику бросать. Брошенная техника, это статья. Она же уничтожена уже. Ну, не то, что она уничтожена, просто сломанное, как бы колесо отлетело. Это у вас была такая инструкция? Да. Чтобы технику не бросать. Я вынужден задать вопрос. Что вот, ваши трое ушли пешком, вы остались один? Что вы дождали, не ждали? Чтобы приехали, меня забрали на технике, утащили. КАМАЗ назад. Были прилеты. Я то туда пойду спрячусь, то туда влез. Ну, и заблудился. Вот она ночь. Ни рации, ни ничего. Блукал-блукал утром. Получилось, что то ли на разведку я вышел, то ли... Восемь человек. Восемь наших. Да. Ну, я уже сидел. Чего вы не приняли бой? Да ну как, один против восьми принимать бой. Ну, вы же вторая армия мира. Полтора месяца подготовки. Всего два. Девять бой, ВДВ. Два магазина. Так еще куча патронов было осталось. Так нет, у меня там патронов. Нам выдали всего автоматы. Этих три магазина. Из них я пробовал стрелять с автомата. Как он вообще стреляет, не стреляет автомат. И что? Все, больше не было ни быка, ничего. Так вас же учили одной пулей четверых. Да ну... Я же говорю, один магазин выстрелил. В прут-бой все, 30 патронов. Куда стрелять? Он туда куда-нибудь стрелять. Это вы так стреляли? Ну, конечно. Вы так... Я не могу не улыбнуться. Вот так с таким приколом это рассказывать. Ну, я говорю, как оно есть. Ну, я понял, как есть. Ну, вы сидите, да? Да, да. Все, я уже вот... Поляна на крытых, кушаете. Утром. Я вот уже, наверное, часа восемь было. Начало девятого. Сидел в голову, подымаюсь, стоят восемь человек. Тут автоматы... НАТОвцы? Я не знаю, кто там был. Ну, военнослужащие с нашивками. Украину? Или Польша? Я говорю, ты с какого взвода? Какой взвод реляй русский? Ну, они с автоматом шли у них. Висели автомат. Говорит, не трогай, не трогай автомат, все нормально. Ну, и все меня вот в плен взяли. На каком языке говорили с вами? На украинском. Вы все поняли? Ну, как бы... Или жестами было все понятно, что лучше не... Да я и нашивки увидел. Побили вас? Ну, сразу меня парни не трогали. Когда вот меня привезли куда-то там в подвал. Там, да, меня... Чуть-чуть. Ну, наверное, расспрашивали. Ну, расспрашивали. Где вы, что вы, как вы. Такая армия может победить? Ну, на самом деле, большая тупость оставаться около подбитой. О, ваша жена ответила. Что вы лично делали? Ну, то есть, помимо того, что мобилизация, вы сказали, там, защищать Донбасс. Какие-то идейные там темы, типа, бандеровцы, небандеровцы, НАТО. Есть у вас такое? Что вы знаете про Донбасс? То есть, я не... Как про Донбасс? Ну, воевали там, да воевали эти Донбассовцы. Кто воевал? Ну, сами Донбассовцы. Против... Ну, как, получается, своих они воевали. И кто вам сказал, что Донбассовцы воевали? Есть такой народ Донбассовцы? Ну, Донбасс, ЛНР. Донбассиане? Донбасс, ЛНР, ты как оно там различается, я же не знаю. Как расшифровывается ЛНР? Я не знаю. Луганск, Народная Республика. Все вы знаете. Луганск, Донецк. Я думаю, что вы полковник, просто морозите себя. Да ну, какой полковник, рядовой я. Чем докажете? Ну, военник у меня был. Все же забрали. У меня там все рядовой. Так что думаете, полковнику проблемы нарисовать себе военник, рядовой? Какой полковник? Вылили вы на полковника? Нет, в 97-м, 97-99 я отслужил. Военная кафедра получила? Какая военная кафедра? Отслужил. Где служили? В Ростовской области. Там разведчики ваши. Нет, я охранял вообще дисбат. Дисбат охраняю? Так вы зек, типа там, знаете все эти темы? Это какие там, те же самые военнослужащие, какие я был. Просто под арестом. Все, я вот пришел, у меня первый сын родился, умер. Потом два близнеца. А от чего сын умер? Гнойный менингит был. А что, не лечили? Ну, вот месяца семь дней было, когда родился. А вообще маленький? Ну, месяца семь дней до умер. А потом вот сразу два близнеца, и все, я постоянно работал, 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 работал. Я с 2005 года по северам ездил. Постоянно сварщиком. Я вот сейчас, у меня супруга. Чисто дом, квартира, машины, и вот у меня все. Какая машина? У меня Нива, у жены Киосит. Жена, где работает? Логистом. Логистом. Давайте звонить. Что мне и можно сказать? Что мне и говорить можно? Все, кроме того, где вы находитесь. Добрый вечер. Добрый. Какого дела? Я ищу мужа. Вот муж ваш. Заюш, привет. Подождите, подождите. А вы не знали, что он в плену? Знала. Знали? Знала. Хорошо. Откуда вы знали? Я увидела тикток. Звезда тиктока? Да, мой муж звезда тиктока. Если вы хотите с ним разговаривать, я вас уведомляю, что разговор будет записан и опубликован. Вы услышали? Да, я услышала. Я думаю, вы видели наше интервью уже, да? Нет, не видела. Странно, мало людей, которые нас не видели. Хорошо, общайтесь. Привет, мама хорошая. Да, мой хороший, да, мой любимый. Как я тебе, я знала, что ты живой. Да все хорошо, Зайк. 20 часов очень. Все хорошо, Манико. Все хорошо, не плачь. Все хорошо. Меня кормят. Не бьют, не венят, ничего. Все хорошо, Манико. Может, обмен будет скоро. До Нового года, надеюсь. Кто сказал? Ну, надеемся, что будет, может, обмен, и обменяет. Я домой приеду. Там, куда там, госпиталь, это же, куда там все. Не плачь, все хорошо, Манико. Как сынок, как сынок-то? Все хорошо. Ну, все. Урал, все там нормально? Да. Ну, все, не плачь. Там не плачь, все хорошо, маленький. Главное, у вас все хорошо. У меня все нормально, Заюшка. Я тебя люблю. Сыночка тоже, скажи. Ты далеко? Заюшка. Я понимаю, что ты ему кажешь. Да. Заюшка. Все хорошо. Зайка. Почему ты на паузе? Дим, ты что-то высиделась. Все хорошо, Манюсь. Не плачь, не расстраивайся. Надеюсь, что до Нового года мы приедем домой. Все, не плачь. Мне прислали в контакт твои вещи. Я не знаю, кто. Твой жетон. Ну. Владанку. Ну, это у меня забрали там. Где я был. Я помылай. Ну, все хорошо, Заюшка. Я живой, ты видишь, здоровый. Я вижу, да. Ну, все. Все хорошо. Я тут не один. Наступил. Вы не говорите. Сколько у вас. Все. Все. Все хорошо, Заюшка. Ладно. Давай, не расстраивайся. Сейчас можно вопрос задать? Можно вам вопрос задать? Да. Вы поддерживаете спецоперацию? Я поддерживаю своего мужа. Я только за своего мужа. И мой муж мобилизован. Он не военный. У него нет ни одного. Это был первый бой. Он водитель БТР. Он никого не убил. Он ничего. Это просто нас заставили. Это вас заставили. Кто вас заставил? Кто нас заставил? Ему пришла повестка. Ему пришлось прийти. Кто нас заставил? Но есть этот кто-то, имя у этого кого-то? Кто его отправил сюда убивать украинцев? Ну, у нас государство. Почему ваше государство решило убивать украинцев? Я очень далека от политики. И мой муж далек от вас. И вы всей правды не знаете. Да, но только смотрите. Вот ваш муж. Вот ваш муж. И он стрелял из автомата. Он никого не убил. Я это знаю и верю в это. Нет. Вопрос в другом. Зачем вы идете убивать украинцев? Я. Мой муж подтвердит. Я была против того, чтобы мой муж получал повестку и шел туда. Потому что мой муж не военный. Как бы вы не были против, но ваш муж участвовал в боевых действиях и он бегал с автоматом, стрелял с него. Ему повезло, его взяли в плен. Нет, он не стрелял. Он не стрелял. Он водитель БТР. Он просто водитель. Просто водитель. Давайте мы проведем эксперимент. Мой муж водитель. Вы стреляли из автомата, будучи на Украине? Нет, вообще. Вы же говорили магазин выстреляли. Ну это когда в прутбое были. И вот на этом все. На полигоне. Еще один вопрос. Можно? Если бы вашего мужа убили, что бы вы для себя отвечали на вопрос? Ради чего он погиб? Я даже не знаю. Просто так. Просто так мы знаем пословицу про котят. А люди просто так не умирают, не погибают. Давайте ответим на вопрос. За что бы ваш муж погиб? Но есть ответ на это. Ну получается по велению государства. Так вы получается рабы? Если государство сказало идите умирайте. Уже таких 100 тысяч человек у нас закопано. Идите умирайте. За какую идею? Вы расскажите. Может быть идея какая-то есть? У нас нет идеи. У меня идеи нет. У меня идея. Моя семья, мой муж и мои дети. Вот это моя идея. Я хочу жить в мире и согласие. Я никому не объявляла войну. И я ни с кем не воюю. И моя семья ни с кем не воюет. Отпустите, ты у мужа домой. Вы неправильно говорите. Ваша семья воюет в лице вашего мужа, который с автоматом пришел убивать украинцев. Мой муж не убивал никого. Он водитель. Он просто не успел. Он не успел. Давайте называть вещи своими именами. Водители не стреляют. Водители не стреляют. Они крутят баранку. Зачем водителю выдали автомат? Я не знаю, зачем выдали автомат. Водители положим. Смотрите, в двух словах история вашего мужа. Он ехал на КамАЗе. Их подорвали. Три его бойца ушли, с кем он ехал. Он остался один. Он заблудился. Его взяли в плен. Да, я знаю, что его бросили. Да, я знаю. Я знаю, что его будут заключить и бросить. Но при этом он не оказывал сопротивления только потому, что его брало в плен 8 человек. Если бы это был один человек, ваш бы муж стрелял бы. Вы знаете, я не знаю сослагательного наклонения в истории, если бы случилось так, как случилось. Я не знаю, что было бы, если было бы один человек, если было бы двое. Случилось так, что мой муж не воевал. Мой муж водитель БТР. Мой муж попал в плен к вам. Он никого не убил. Ни одного украинца. Поэтому. Вы не знаете всех форм речи, но если бы ваш муж не пошел бы воевать, он бы не был бы в плену. И не был бы причастен к убийству и расстрелу тысяч людей и бомбежки городов. Ваш муж и ваша семья. Он не успел. У вас какая национальность? Вы кто по национальности? Я человек. Я русский. Я русский человек. Ваш муж оккупант? Мой муж никого не оккупировал. Два. То есть. Дайте определение слову оккупанта. Я не знаю, что такое. Оккупант. Слово. Оккупант это, которые на другую нацию идут? Или как понять? Что фашистская Германия сделала в 1939 году? Как называли наши деды? Вы знаете историю? Я знаю историю. Кто были армия фашистской Германии? Как их называли? Захватчики. Оккупанты. Беоккупанта. Плакаты. Ваш муж оккупант. Ваш муж оккупант. Захватчик. Он бегал с автоматом на территории чужой страны. Вы к этому имеете прямое отношение. Вы не оставили своего мужа дома. Вы его отправили убивать украинцев. Как бы вы сейчас не называли красивыми словами. Он никого не убивал. Он не успел убить. Вот и все. Потому что таких ванек бегает с февраля месяца здесь. И 100 тысяч человек уже убито. И еще там полмиллиона покалечено. Потому что ваша армия с конца вторая. Он сам рассказал как их готовили. Сколько вы голодали дней? Пять. Пять дней он голодал. А набрали чмобиков почему? Потому что военные закончились. И в январе новых наберут. И ваших сыновей двоих тоже отправят сюда. И будут они рядом с отцом сидеть. А вы мне рассказываете, что вы ничего не хотели. Он добрый, пушистый, белый этот. Он просто тупой, обычный оккупант. И все. Вы себе можете придумывать красивые обертки. О том, что он никого не убивал. Если бы он не хотел никого убивать, он бы не был в чужой стране. У него бы не было в руках автомата. Разницу чувствуете? Разницу чувствуете? Я чувствую разницу, но мой муж никого не убил. Мой муж никого не убил. Я еще раз повторяю. Мы пошли по третьему кругу. Он просто не успел. Вот и все. Вы скажите мне, что я должна сказать, я вам скажу. Да мне не надо ничего говорить. Я все услышал и люди все точно так же услышали. Вы нация рабов, которых погнали на убой. Это конституация факта на протяжении 500 интервью, которые доступны у нас на канале. Посмотрите своего мужа точно так же. Посмотрите себя. Убить за меня. Какой канал? Я не знаю. Ищем своих? Вы найдете, если захотите. Поинтересуйтесь чуть-чуть политикой. Сколько уже убитых? Ну как сказали, 100 тысяч. Ну это не как сказали, так и есть. Вы же хотите мужа увидеть? Да, я жду мужа домой. Да, ждите. Ладно, Заюшечка, все хорошо, маленький. Не плачь. Я. Ну все, не плачь, маленький. Погну там, сынули, поцелуй. Папке скажи, что все хорошо, что ты не переживала. Все будет хорошо, маленький. Ладно, давай, люблю вас, целую. Я тебя люблю. Ну все, маленький, давай, я тоже вас люблю. Все, не плачь. Батя скажи, что все хорошо. Иванович, поцелуй, давай, давай, целуй. Что я неправильно сказал? Да все нормально. Нет, вопрос, мне не нужна оценка, нормально я сказал или ненормально я сказал. Все правильно. Мы, получается, как рабы безвольные, хочешь, не хочешь, не иди. Совершенно верно. Вы только что озвучили мою мысль, которая доказана. Вы содержитесь с людьми в камере. Сколько там людей, которые хотели идти? Ну, кроме там офицеров, потому что они кадровые военные. Да никто не хотел идти. Соответственно, что мы имеем? Толпу рабов, которая сейчас сидит в плену, которых бросили. Много там чудесных историй, которые рассказывают, что полное бундирование всех, все снаряжение, все было, командиры супер, разведка работает. Вон, приехали в лес, окапывайтесь, чем окапываться, а чем хотите, оде лопатки. Да руками берите на центр коробку и копайтесь. Чем все должно закончиться? Переговорами и закончить вот это все. Ну, хорошо, переговоры. Прекращением войны, вывод, войск. Ну, не так будет. Не так? Ну, я не знаю, как это будет. Кто-то должен оплачивать все, что вы натворили. Наверное же. И кто это? Россия будет, наверное, как. Да, рашка будет. И ваши дети будут, и прадед, и внуки будут платить. Потому что не получилось за три дня. Как с Крымом в 2014 году, не получилось. И это был глобальный просчет вашего идиота и оленевода Шойгу. Понимаете? Да, я все понимаю. Когда закончились ваши кадровые военные, отправили вас. А сейчас закончатся такие, как вы, объявят всеобщую мобилизацию. Пойдет еще мясо. И будет пример. Куда уже, я уже видел, что 50 и выше, куда уже там брать. Наберут еще 130 миллионов, ей что набирать. Я просто видел, что... Вы будете мясом, который... Как у Сережи, вот таких брать. Так такие уже тоже закончились. Такие тоже закончились. Спецназ? Ну, типа, да, такого. Расскажите про Сережу. Дальше про него рассказывать. Видно, что человек с глубокой деревней. Я только с самой гонкой, больше не чаю. Сколько он не пьет? Ну, как он вчера сказал, 18 дней. Да, рекорд у него. Он по прямой ходить не мог. Ну, он просто, ну, координации нет. Ну, я приехал и видел. Сейчас получишь как-то. Сейчас, да. Сейчас хочешь не падать, а ты вообще ходил, держался. Косых храмных все пойдут. Будет как во Вторую мировую. Все их бесконечно будут кидать. На убой. Заливать кровью. По традиции у нас военнопленные, если хочет, обратитесь к своим сыновьям. Они будут смотреть это интервью. Я, когда меня взяли в плен, там, ну, делали интервью, я не знаю. Они меня просили, типа, говорит, скажи сыновьям. Ну, я сыновьям говорил. Ну, вот у вас есть возможность еще раз обратиться. Передайте им, какие вещи им брать, когда будут идти сюда умирать. Нет, я им вообще скажу, что тут делать нечего. Так же, как и мне было, тут делать нечего. Должна воевать армия, которая считается армией, а не как ты, сын, и Роман, Денис, и Иван. Обычные там пожарники, обычные сварщики, как вы у меня есть. Мы должны срочку отслужить и сидеть дома, воспитывать, работать, внуков мне родить. Больше ничего. Армия, которая у нас великая, должна воевать. Великая? Ну, как вы сказали вторая с того конца. Ну, вначале все говорили, вторая спереди, после девяти месяцев БТР-то у вас тоже был. Мощный, да. Мощный, Советского Союза, новый. А еще БТР-то, которые не ездят, ну, точнее, не поворачиваются башни. Спасибо за беседу. Есть ко мне какие-то, может, вопросы? Что-то пошло не так? Нет, все хорошо. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!